Утро на радио «Спутник в Крыму» со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. 9.04, такое точное время. Сегодня среда, 2 ноября. Еще раз всем здравствуйте. Светлана Разина у микрофона. И мы переходим к новой теме. Два раза в году отмечается день осведомленности о стрессе. Осенняя дата, которая как раз в этом году выпадает на 2 ноября, связана с деятельностью Международной ассоциации управления стрессом, которая доказала негативное влияние стресса не только на личную жизнь человека, но и на его производительность. В связи с этим организаторы ассоциации начали свою деятельность в сфере стресс-менеджмента, изучая основные факторы, которые являются первопричинами, выявляя последствия такой нагрузки на физическое и, конечно, на эмоциональное состояние человека. Но, по большому счету, здесь Америка не открыта. Конечно, стресс очень сильно влияет на нас, на всех. Человек в стрессе не только не может продуктивно, активно и бодро работать, он подавлен, он не может полноценно жить. А вот как от этого стресса уйти? И что такое стрессоустойчивость? Об этом мы поговорим в нашем эфире в ближайшие минуты. На связи со студией кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии КФУ Юлия Евдокимова. Юлия Александровна, здравствуйте. Доброе утро. Предлагаю начать со статистики, свежей статистики. Расходы россиян на антидепрессанты с января по сентябрь 2022 года увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По-моему, очень говорящие цифры. Это, наверное, говорит о том, что депрессия, если пьют антидепрессанты, то есть какая-то депрессия, есть какой-то стресс. Что мы подразумеваем под стрессом в современных условиях? Определение стресса массы. Но, на самом деле, если говорить именно о той статистике, которая сейчас действительно активно приводится, вот о возросшей на 70% активности по покупке депрессантов, я думаю, туда надо заложить еще и стоимость этих антидепрессантов. То есть речь-то шла о том, насколько многому денег тратим на них. И, собственно говоря, о фармакологической активности тех врачей, которые прописывают данные депрессанты. То есть человек же не сам пошел, взял и купил какой-то антидепрессант. Поэтому я очень аккуратно к этой статистике отношусь. Возможно, она не так и велика, на самом деле. Потому что опыт показывает, что резкого какого-то скачка с обращением на стрессы каких-то новых нет. Хотя мы понимаем прекрасно, что последние события действительно обострили степень эмоциональной, психологической восприимчивости человека к всему происходящему. Странно, что, конечно, отмечаем мы сегодня этот день. Потому что основатель теории стресса, Ганс Сильер, написал первые свои 74 строчки, посвященные стрессу, в июле 1936 года, где он опубликовал заметку, где пытался действительно понять, объяснить вот эту вот будущую концепцию стресса. Если в целом говорить про стресс, то, по большому счету, вот если процитировать того же самого Сильер, он говорил, что полная свобода от стресса означает смерть. Поэтому то, что мы испытываем с вами стресс, это хорошо. Мы с вами живы, мы с вами адаптируемся к тем ситуациям, в которых мы с вами находимся. И, в принципе, мы испытываем стресс даже во сне. То есть ничего такого необычного в стрессе для современного человека нет. Почему я говорю для современного человека? Потому что понятно, что наши первобытные предки совсем по-другому адаптировались к реальности. И вот именно такого понятия, как стресс, наверное, для них не существовало. Есть замечательная книжка, которую я рекомендую, «Почему зебры не испытывают стресса? Почему у зебр не бывает инфаркта?» Действительно оказалось, что у зебр не бывает инфаркта, у них не бывает язв. Почему? Потому что для всей живой природы, как и для наших предков, работал главный девиз. Чувствуешь тревогу, что-то пошло не так, тебе надо или бежать, или нападать. То есть бороться или бежать – это был основной принцип борьбы со стрессом для всех живых существ. Это универсальная нормальная реакция. Ну и фактически стресс. Что такое стресс, да, вы спросили. Это общая реакция организма на какое-либо воздействие. Это воздействие может быть разного характера. Психологического характера, психофизиологического характера. Ну и так далее, любого другого. Которое нарушает наш гомеостаз. А это воздействие при стрессе, оно какое? Оно все-таки сиюминутное? Или про сиюминутное какое-то воздействие? Неожиданное? Или про что-то более постоянное? Что мы больше вкладываем в понятие стресса? Ну, условно, бывают разные виды стресса. Бывает мгновенный стресс, да, который приводит даже к каким-то эффективным реакциям. Бывает стресс хронический. Вот этих вот видов много. То есть фактически сам по себе стресс представляет такое вот особое напряжение организма в ситуации, когда что-то пошло не так. Вот когда мы теряем контроль. Причем вот эти реакции на стресс, это уже доказано, они могут передаваться генетически. То есть вот межпоколенчески в одной и той же семье вот одинаковые реакции на какие-то стрессогенные факторы. Вот пусть даже какого-то специфического типа, то есть какие-то родительские программы. Они связаны со стрессами, со страхами. И вообще объяснений тому, почему мы с вами испытываем стресс, ну, конечно, бесконечное множество. Единого правильного ответа нет. Например, там, в психоанализе мы говорим, что зарождение тревоги объясняется реакцией предвосхищения на какую-то опасность. Да, когда мы вдруг с вами испытываем тревогу, скажем так, да. И это может быть травматическая тревога под воздействием каких-то бессознательных источников. Вот это, наверное, самый опасный вариант, потому что, поскольку они бессознательные источники, мы не можем вывести их в сознание, мы не можем их анализировать, и не можем понять, что же именно вызывает у нас вот эту тревогу, приводящую к стрессу. Ну, и, соответственно, мы не знаем, куда бежать и что делать. Ну, в психоанализе, как мы знаем, там еще, конечно же, и говорят о сдерживании сексуальных побуждений, которые связаны с какими-то агрессивными инстинктами вот как раз в ситуации стресса. И вот Фрейд, собственно говоря, это называл психологией, психопатологией повседневной жизни. Вот то, что мы сейчас называем стрессом. Юлия Александровна, как можно человек любой сразу понять, что у него стресс? Может быть, это что-то другое, просто испуг какой-то моментальный, который ни на что не повлияет? Сейчас просто такая жизнь, что можно, мне кажется, жить в стрессе постоянно и этого не понимать. То есть какое-то есть четкое определение, что человек уже долгое время находится вот в таком состоянии, и ему надо из этого состояния максимально быстро уходить, потому что будут последствия? Ну, однозначно ответить на этот вопрос сложно, но в любом случае это будет... Человек будет испытывать тревогу, человек будет испытывать или подавленность, или перевозбуждение, которому он не может найти какой-то причинно-следственной связи. Дело в том, что, чтобы говорить о том, как диагностировать у тебя стресс, и для того, чтобы понять, ну вот, что с этим делать, мы должны в первую очередь понять, где же находится источник стресса. А поскольку стрессов огромное множество, я сейчас несколько назову, вы наверняка у себя его все продиагностируете. Вот, например, физиологический стресс бывает. Вы выходите из теплой квартиры, я надеюсь, что вас затопили так же, как у меня, и вдруг низкая температура. Ваш организм испытывает физиологический стресс. Бывает, действительно. Вы не любите людей, которые встречаются вам по дороге, да, вы хотите быстрее там добежать до транспорта или до своей теплой прекрасной работы. Это бывает травматический стресс, который вызван действительно травмой, какой-то вот физической травмой. Ну, там, не для того, что там может случиться, даже перечислять не буду. Это может быть изоляционный стресс, когда вы чувствуете одиночество, когда вы чувствуете, что вы не можете по каким-то причинам выйти в те вот, ну, в социальное общество, к которому вы привыкли. Может быть, связано там с инвалидностью, с тем, что вы сидите дома с маленьким ребенком, с тем, что вы заболели, да, с тем, что вы переехали куда-то, и у вас, ну, какие-то контакты были нарушены. Бывает информационный стресс. То есть все мы с вами сейчас испытываем информационный стресс. Продиагностировать его легко. То есть поток вот этой бешеной информации. Мы не привыкли к тому, чтобы на самом деле руководствоваться психологией информационного детокса. Все равно мы нервно перед сном берем телефон, да, смотрим там Телеграм, где что-то произошло, а вдруг чего. Зрительный стресс. Вот сейчас, кстати, на нас нападет зрительный стресс. Мы привыкли к тому, что листики зелененькие, небо голубое, цвета прекрасные, море синие. И вдруг на нас наваливается серая вот эта вот визуальная среда. Ну, так скажем, там, хоть она и естественная, потому что осень, зима, и ну, что с этим делать. Но тем не менее. То есть вот визуальная... Слушайте, ну я вас слушаю и понимаю, что стрессы вообще на каждом шагу. И вот здесь, вот тогда у меня возникает вполне логический вопрос, да. А как же выжить в этом мире? Как же стать стрессоустойчивым? Потому что стрессоустойчивость сейчас, как один из важных факторов, даже оценивается при приеме на работу. Если листики могут больно ударить по психике и создать стресс, и какие-то неожиданные люди, встречавшиеся на пути, здесь мы так можем, конечно, до всего дойти, но как с этим бороться? Вот тогда такой вопрос. Ну, как бы есть два направления для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Ну, я потом, наверное, дополню свой ответ. Потому что вначале надо понять источник стресса. Вот где он? В физиологии, вот в зрительной какой-то среде. Возможно, это рабочий стресс. Возможно, это эмоциональный стресс. То есть какой, о каком именно стрессе мы говорим. А потом уже переходить к тем вариантам борьбы со стрессом, которые лично вам подходят в связи с источником стресса, в связи с вашими личностными особенностями, в связи даже с тем, например, какая у вас индивидуальная специфика восприятия времени. Потому что вот у каждого человека есть свой паутип, так называемый. То есть тип восприятия времени. Есть люди спешащие, да, у которых там сильная нервная система. Они в основном там процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Вот эти люди, которым более свойственны стрессам, что надо делать? Им надо сделать остановку, да, попытаться остановиться. Ну, вообще, вот есть несколько блоков борьбы со стрессом. Первый блок – это психологический блок, куда мы относим всякие разные там медитации, да, вот какие-то психологические упражнения, которые мы можем вполне эффективно абсолютно использовать. Это физиологические способы, ну, например, массаж расслабляющий. То есть все, что нас расслабляет, снижает степень стресса. Это биохимические методы. Вот фарма, с которыми мы с вами начали. Ну, я думаю, что здесь очень вопрос. Большая фарма – это всегда большие деньги. Поэтому вот я бы не стала особенно останавливаться, хотя в некоторых ситуациях именно фармакологические методы позволят действительно, ну, вам помочь. И пусть надо обращаться к специалисту, который назначит подходящий именно вам фармакологическое средство, что некоторые из них, например, резко снижают давление. Или, допустим, там когнитивные процессы. Это, конечно, серьезные вещи, я с вами согласна. Здесь самостоятельно назначать себе нельзя. Ну, мы, в заключении, можем понюхать лаванду. Или мятный чай. Это тоже фармакология, ароматерапия. Ну, и физические методы. Баня, спорт. Даже специфика вот светового воздействия. Мы как-то с вами уже обсуждали тему стресса. Я говорила, надо поменять лампочки ближе к зиме. У вас должно быть яркое освещение в доме. Это понизит, очень во многом понизит вашу стрессоустойчивость. Ну, смотрите, как мы с вами говорим о стрессе как о внутреннем состоянии человека, а воздействовать мы можем легко внешне. Здесь тоже, наверное, важно на этом акцентироваться, что внешнее воздействие, внутренние силы концентрируют и каким-то образом тонизируют, гармонируют. Внешнее воздействие вы имеете в виду средовое? Я имею в виду бани, сауны, массажи, о которых вы сказали. Ну, действительно, отличные способы, которые абсолютно с доказанной базой влияют на нашу стрессоустойчивость. Есть еще спорт. Есть еще прекрасная штука, как смех. Ну, действительно, смех является прекрасным психотерапевтическим методом борьбы со стрессом. Есть позитивное мышление. Когда мы делаем некий такой когнитивный перенос, да, с одной ситуацией на другую. Вообще переключение на другие мысли – это на самом деле самый распрекрасный способ борьбы со стрессом. Потому что стресс – это что, по большому счету? Это застревание. Застревание на какой-то ситуации, застревание на каком-то переживании, застревание на какой-то оценке вот этой вот ситуации. Поэтому любое переключение на другие мысли уже будет снижать наш уровень стресса. Позитивное мышление. Терпеть не могу вот позитивное мышление, как… Не формулировку. Которую советуют людям. Но тем не менее. То есть тоже позитивация собственных мыслей. Ну, как это несложно. Самое сложное на самом деле. Повышение самооценки. Как вы можете повысить собственную самооценку? Ну, некоторые женщины меняют прическу. Некоторые женщины… Коры делают себе, да, во время стресса. Да, вот. То есть повышение самооценки. Повышение своего уровня профессионализма. Тоже, безусловно, повышает нашу самооценку. Воображение. Все это хорошо, Юлия Александровна. Но в момент стресса меньше всего на самом-то деле хочется позитивно мыслить и повышать свою самооценку, к сожалению. Абсолютно согласен. Вот здесь опять-таки хочется вернуться к тем самым избитым фразам. Вот вы сейчас сказали, да, там, мыслить позитивно. А есть еще такая фраза, когда бывает приходишь к врачу и жалуешься, ну, образно на то, что стали больше выпадать волосы, например. Первое, что тебе говорят, у вас, наверное, был какой-то стресс. А вообще стрессы были? И вот здесь для меня… Я никогда не знала, как ответить на этот вопрос. Ну, конечно, были, да. Естественно, были. Я живу в одном же мире, в котором живете и вы. Вы прекрасно видите, какой сейчас динамично меняющийся мир. И, к сожалению, не все события меняются в лучшую сторону. Конечно, были стрессы. И вот тут все-таки мне, вот даже для себя, и, мне кажется, и нашим слушателям будет интересно понять, стресс, а вы в самом начале эфира сказали, что это нормально, когда человек испытывает стресс, это, в принципе, абсолютно природное явление, природное качество, когда мы чего-то боимся, где-то в какой-то момент концентрируемся, и вся эта опасность выливается в стресс. Но при этом вот где грань, когда это еще все в рамках нормы, ну, такой себе нормы, но тем не менее, когда это все еще как-то поправимо. И где уже грань перегнута? Где уже стресс может действительно нанести серьезные последствия? Ну, здесь, наверное, в ситуации стресса трудно заниматься самоанализом. Все-таки надо обращаться к специалистам, ну, не тем, которые спросят вас только про стресса. А, с вами все понятно. Вот у нас как бы две. Это возраст, да, для женщин, когда, а, ну, это у вас гормональная перестройка, и про стресс. Ну, поскольку существует несколько стадий стресса, мы более или менее для себя их можем проанализировать. Ну, есть психодиомистические методики, их легко нагуглить, в которых вы можете провести самоанализ, вот, открыть там диагностику стресса. Легко это сейчас гуглиться, есть они все в интернете, онлайн можно их пройти. Надо понять, на каком именно этапе стресса вы находитесь. Если это первый этап, который называется тревогой, да, вы чувствуете просто состояние необъяснимой тревоги. А что будет завтра? А как я с этим справлюсь? То это, в принципе, еще нормально. Здесь включаются ваши вот когнитивные какие-то механизмы, да, вам реально надо дойти выход из этой ситуации. Вот как бы здесь пока можно попытаться заняться самоанализом. Далее следующий этап стресса – это адаптация. Когда, ну, вот нравится, не нравится, да, а как-то с этим надо жить. И, кстати, вот на этом этапе мы тратим больше всего психических сил, психологических сил, психофизиологических сил. А резервы адаптации, они же очень ограничены. То есть если при тревоге резко снижается сопротивление, вот на первом этапе мы можем с вами там подхватить вирус там, где бы никогда в жизни мы не заболели, да. Кто-то там в 100 метрах от нас чихнул, а вот, а все. А у нас уже грипп. То есть вот здесь, ну, как бы снижается сопротивление. А вот на этапе адаптации мы очень-очень много тратим своей энергии. И это тоже ощущается. Ну, вот, ну, как бы, если ты внимательно относишься к собственному организму. Есть, кстати, такая идея, и она, собственно говоря, имеет там подтверждение американцев относительно того, что разные виды стресса закрепощают разные группы мышц. Вот, например, ну, такая метафора есть, там, сдавленный голос. Да, это один вид стресса. Когда я хочу высказаться, но что-то мне не позволяет. Ну, допустим, кто-то выше меня по рангу, по социальному. Или я понимаю, что после этого я получу по голове. Да, если там где-то выскажусь. Стресс, стресс. Что мы чувствуем? Сдавливается гортань. Да, я не могу выдавить из себя вот какое-то слово. Возможно, у нас появляются, действительно, проблемы со всякими, там, ларингитами, ларинготрохиитами. И если мы чувствуем, что постоянно-постоянно, да, ну, сейчас такое, вроде бы, никаких причин-то нет, а у меня какие-то проблемы с голосом, у меня там, ну, действительно, там, я там болею, то вот на это надо обратить внимание. Ну, и третий этап, самый такой вот, конечно, зловещий для нашего состояния, именно психофизиологического, это этап истощения. Истощение я вяжу бревнышком на диванчике, я смотрю в потолок. И нет никакой энергии, чтобы заняться активностью. И все, и нет вообще, в принципе, никакой энергии, потому что именно если вы диагностируете себя уже истощение, ну, все, нет сил. Ну, я пробовал, я как ледушечка, да, вот лапками барахтался в этой, в сливках, но сметаны и масло взбить не смог. Вот. И тогда это прямая, конечно, дорога к тому, чтобы обратиться к специалисту. А как думаете, Юлия Александровна, куда дальше будет развиваться наш мир в контексте того, как человек будет в этом мире адаптироваться? Вот давайте себе представим человека лет через 50, а то, может быть, лет через 100. Мы, конечно, не знаем, каким будет мир в этот период. Будет мир в этот мир, ну ладно. Да, но тем не менее, каким может быть этот человек, наоборот, стрессоустойчивым, или он будет более восприимчив ко всему? Потому что если мы так поэтапно с вами вспоминаем историю, то, ну, наверное, с каждым периодом стрессов становилось чуть-чуть, но больше. И сейчас вот мы говорим о современном человеке, которому надо успеть много в течение все тех же 24 часов. Время никуда не изменилось, никак не поменялось. А насыщенность времени очень сильно поменялась. Динамика изменилась максимально. Нам надо сделать максимум за короткое время. Нам надо не сделать ошибки. Нам дают постоянные установки к личностному росту, к тому, что права на ошибки не существует. Ну, естественно, стрессы, понятно. А вот эта вся эволюция, она к чему приведет? К тому, что мы просто перестанем обращать внимание на стресс и будем такими бездушными роботами когда-то? Ну, не мы уже с вами, конечно, а наши потомки. Или это настолько все естественно и природно, что от стресса мы все равно никуда не уйдем? Ну, вопрос, наверное, в большей степени философский, да? А поскольку источником стресса является мозг, а даже за последние столетия наш мозг, так чтобы сказать, эволюционировал, так и нет, то я думаю, что все-таки наша подверженность стрессам будет сохраняться и будет сохраняться на более или менее одинаковом уровне, как и сейчас. То есть человек скотино адаптивный. Вот как бы что нас отличает, что у нас очень гибкий мозг. Наш мозг все равно адаптируется к этим ситуациям. Другое дело, каким образом мы сможем с вами выработать новые навыки в этом мире. Ну, мы же с вами выработали навык пользования мобильным телефоном. Да, вот тут раньше не умели. Там бабушки наши научились пользоваться интернетом. То есть, с одной стороны, знание усилит скорбь, а с другой стороны, чем больше мы будем с вами развивать когнитивные какие-то процессы, чем нам будет легче. Потому что стресс – это что? Это фактически вот такая вот несовместимость на грани ожидания реальности. Пусть наши ожидания будут более прогнозируемы. Этому можно научиться? Можно. Ну, фактически, это бихевиоризм, стимулы реакции. То есть не надо ожидать принца на белом коне, все равно ты где-то к какому-то возрасту понимаешь, что что-то надо делать самому, заводить конюшни. Ну, собственно, я поняла вас, что вряд ли что-то изменится кардинально. Все равно стрессы будут. Я думаю, что принципиальным образом именно потому, что источникам стресса мозг не изменится. Юлия Александровна, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Я вас благодарю за то, что к студии подключились. Никаких стрессов мы ни в коем случае не желаем испытывать нашим слушателям. Как-то старайтесь вопросы решать, себя действительно уговаривать и говорить себе, что есть ситуации, надо пережить и идти дальше. А вам большое спасибо. И честно смотреть на море. Смотреть на море. Тоже хороший совет. До свидания. Всего доброго. Юлия Евдокимова была с нами на связи. Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии КФУ. Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.